Привет, Пашенди! Что ж, с тобой Димыч Андреевич, и сегодня я буду сидеть у руля. Что ж, поехали. Так, я заметил, что... Ничего не заметил, у нас катсцена. У нас постоянно этот ёбаный старик... Кафе, я еще столько, блядь, пиздой, слушала, блядь, пиздой. Ой, блядь! Твою ж мать, ты дурак, что ли, совсем, сука! Прямо время тратишь? Да ну нахуй! Да ну нахуй! Ты заёбаная, сука! Пошел ты в жопу, короче, говорю. Ебаный заво... Ебать он проломил двери, но, слышь, ты вообще нормальный, нет, так херачить, проломать, блядь. Чё ты нахуй несешь, блядь? Ты заебал меня, чё тебя калибровать надо, где? Конец главы 4-2. Что ж... Тысяча очков, ранг Б. В библиотеку добавлен файл племя НДИПАЯ, какого-то, НДИПАЯ. Что ж, продолжим. Так, готово. Выйти. И идёт захоронение. Так уж, что, куда нам? Ну тут явно замешана амбрэлла, а это всегда дырной знак. Ладно, этим займёмся потом. Сначала разберёмся с душевым. Ты прав. Попробуем что-нибудь раскопать. Давай попробуем что-нибудь раскопать. Димыч! Ну что ж, Пашейди, здорово, вот он и я. Ты думал, у меня не будет, а я тут. Да, да, да. Короче, Димыч сейчас совершил одну очень грубую ошибку. Во-первых, он предоставился, но он не сказал, что это третий сезон. Уже четвёртая серия, финальная серия, он этого не сказал. Хотя он должен был... А зачем это говорить, когда вы и так всё знаете? Да, зачем это говорить, когда и так перед Кириллом всё скажет. Ну что ж, Димыч, дайди, короче, до первых врагов, а я буду же их убивать, чтобы ты чуть поиграл. Короче, Пашейди с тобой я, Кирилл. Здесь тебе понравилась музычка влачая. Здесь тебе понравилась новая озвучка, да, Димыч, которая была вот такая цельная? Так что, короче, тут по карте просто иди, там ты забирай, так и всё такое. Блин. Надеюсь, мне видно вместе с тобой. Ни в коем. У меня вообще всё фиолетовый. Дневник научного руководителя Бейли, номер один. 1966 год. 4 декабря. Однажды мистер Спенсер упомянул цветок, который назывался «Лестница к солнцу». По легенде, этот цветок даёт тому, кто съест его, невероятные способности. Все думали, что это всего лишь мир. Но последние исследования показали, что мы ошибались и я дам тебе сейчас порогу. Так. Первым, кто признал правдивость легенды, был мой учитель, доктор Джеймс Маркус. Он предположил, что может существовать ещё не открытый вирус, который способен модифицировать ДНК. Он гений. Его гипотеза подтвердилась. Вирус, обнаруженный в этом цветке, получил название «преда». Три месяца мы вкалывали в Африке, дрожали над результатами и отбивались от негров. И, наконец, наши усилия были вознаграждены. Так. Вирус, обнаруженный в этом цветке, по-моему… Так. Даже доктор Маркус, который до вчерашнего дня падал с ног от усталости, как будто ожил. Он хочет как можно скорее вернуться домой, чтобы продолжить исследование. Я тоже. Мы узнаём секреты вируса. Так. Мы узнаем секреты вируса, как только сумеем. 1967 год. 12 февраля. Мы уперлись в лбом в стену. Мы произвели из Африки цветок, предок. И попытались культивировать его здесь. Первые посевы вируса предок не обнаружили возможности модификации ДНК. Мы начали культивировать цветок для массового производства вируса. Сначала всё было в порядке. Растения были здоровы и хорошо росли. Вскоре они зацвели. И тут начались проблемы. Цветы не содержали вируса. Может, ключом к развитию вируса служит природная среда цветка? Необходимо изучить ситуацию подробнее. 23 марта. Никаких успехов. Мы пробовали сажать цветы в самых разных условиях. Но вирус не развивается. Мы уже и почву меняли, и воду, и температуру, и освещенность. Безрезультатно. И я ввязался в дискуссию на повышенных тонах с доктором Мартусом. О том, что нам делать дальше. Во время нашего спора мистер Спенсер выдвинул совершенно дурацкую идею о том, что я сейчас дам помощник Кирилл. Слышишь, Пашенди, это любовь резидента. Твое сердце просто выпрыгивает. Да. Кажется, вот я украл эту идею. Чтобы оставать фильм. Зачем нужна фильм, если вируса у нас нет? Он что, не понимает, что это бессмысленно? Ну все, понятно. Короче, Пашенди, этот дулашок, я говорю в руки, этот дулашок в мое сердце просто выпрыгивает. Смотри, как оно выпрыгивает. Все, присаживайся. И я буду Пашенди за кадром, и буду иногда добавлять комменты. Димыч сегодня какой-то культурный. То, как он был в прошлой серии. Так, а я Пашенди, короче, начинаю проходить, и мое сердце реально просто выпрыгивает. Надеюсь, Димыч в этой серии придумает что-нибудь оригинальненькое и все такое. Ладно, вообще, серьезно-серьезно, шутки шутками, но серьезно-серьезно. Что я хочу сказать Пашенди. Эта серия последняя в третьем сезоне. Значит, следующая серия уже будет, следующий сезон уже будет организован немножечко по-другому Пашенди. И, как ты понял, уже в другом ракурсе. Ну что же, наконец-то мы избавились. Мы избавились от аборигенов, и теперь у нас новая локация. Ой-ой-ой. Новая локация, короче, и тут мы сейчас кого-то заметили. Каких-то существ. Так, ну что же, мы не медлим, мы сразу применяем отлично, потому что у нас очень мало здоровья. Хорошо. Так, мы достаем пистолет, пока у нас есть, и проходим дальше. Да, собственно, прошлая серия у нас затянулась, как ты помнишь, на 10 минут она затянулась, и получилось, что 40. Ну, а Димыч, короче, надеюсь, что-нибудь оригинальный, конечно, сегодня в серии придумал. Это, конечно, очень крайне надеюсь. Так, нам надо сюда, но мы зайдем сначала в эту комнату, мало ли тут что-то у нас есть. Да блин, Димыч! Так, прочесть документ. Дневник директора научного центра БЭИ. Это ты уже читал? Слышь, Димыч? Да, читал документы. Димыч, я уже читал документы. Не, вот здесь я ничего не читал. А, здесь ты не читал? Ну ладно. Так. Димыч, я же просил что-нибудь новое, блин, оригинальное. А это новое, оригинальное? Не в этом жанре новое, а вообще исключительно новый жанр. Ну что же, пошлить у нас, короче, новый файл, и мы... Димыч, блин, ты реально... У меня я вообще не вид. Дневник научного центра БЭИ, 98-й год. 16 ноября мы закрыли наш центр. Странно, но мне не все равно. Ой, но мне все равно. Мне вообще все равно. Точно так же, как было все равно, когда я узнал, что Аркалейский центр и Рекун-Сити стерты с лица земли. Когда я успел настолько погрузиться в апатию. Все свое время я посвятил исследованию и выделению вирусов предок. Все, что я делал, я делал для доктора Маркуса. Кстати, если подумать, похоже, мне стало все равно в тот день, когда я услышал его смерть. Я не чувствовал ни радости, ни злости, ни даже шока. Просто ничего. Как будто все мои чувства просто отключились. Я просто продолжал отправлять образцы вируса во все лаборатории Амбрелла. Я превратился в живой факс, который включался и отправлял письмо в главный офис Амбрелла всякий раз, когда кто-то из моих людей делал открытие или обнаруживал что-то новое. Я существовал как зомби, без мысли, без чувств. А теперь научный центр, где я провел полжизни, закрывается. И мне все равно. Возможно, это и к лучшему. Поздно мне уже обустраивать хоть какое-то подобие жизни. Ну, в общем, это какой-то факс научного сотрудника, который потерял надежду на лучшую жизнь. Как мы понимаем по шейнде. У нас тут еще один файл. Давайте прочтем. Диаграмма от Джеймса Маркуса. Кстати, того самого Джеймса Маркуса, который у нас присутствовал в ResidentEU Zero. Как ты помнишь, в поезде, когда Ребекка вошла в заброшенный поезд на два часа, когда все это произошло, видела уже мутированного Джеймса Маркуса. У него еще, кстати, был свой особняк. Ну, если ты знаешь резидентную нулевую часть, то ты знаешь, о чем я сейчас говорю. Да, Димыч? Конечно. Так. Создание вируса Т успешно. 13 января 1978 года Джеймс Маркус. А, ну это просто. Что-то там у него получилось, короче, и все в этом было. Так. Ну, в общем, все. Мы выбегаем и направляемся дальше. Потому что сейчас у нас новая локация, новое знакомство с сюжетом. Нам пичкают нас многими файлами, чтобы мы, как говорится, лучше ознакомились. Так. Так, тут у нас везде закрыто ключами, всякими хернями, которые мы, в принципе, не можем... Блин, мы забыли. Это комплекс. Может быть самое главное. Пашенди мы сейчас забыли, короче, самое главное. Наушники. К сожалению, Пашенди в этой серии я Димычу отдал наушники. Короче, Димыч, ты что тут походи, я возьму наушники, короче, из куртки. Потому что звук из игры можно слышать звук из компьютера. Так что на 5 секунд переходит управление на Димыч. Если будут враги, Димыч, ты просто стать на паузу. Блин, короче, 5 секунд и я выключаю карты. Так, ладно, Пашенди. Сейчас я прохожу, вот враги будут и я на паузу поставлю. Так, давайте осмотрим. Ага. И опять эти цветы. Там и ПД, и ФП, и пятое-десятое. Что ж, проходим дальше. Я буду исследовать это все дело. Ну-ка, что же нам тут покажут? Личное электронное письмо. Привет, знаю, что неожиданно, но мне скоро дадут отпуск. Мы почти закончили новый проект. Так, извини, но ты же знаешь, о работе мне говорить нельзя. Так что нам дают отпуск в качестве поощрения. Весь персонал уже уезжает завтра и наконец-то мы выбираемся из этой страны. Я сразу поеду в Аризон. Наконец-то попаду домой и смогу наконец-то всех вас обвинять. Продолжает Кирилл. Я забрал наушники и я продолжаю. Шапка вообще. Ладно, Пашенди погоди. Сейчас и будет Пашенди. Пацанючек, сейчас я только наушники подсанючек. Я просто те наушники отдал, короче, Димычу на время. Да. Димыч, кстати, когда вы думаете, возвращайтесь. Пацан, что, на пару дней. Ну, как приедешь, что-то наверное. Ты все прочитал или еще что-то? Всего отчитаю, отсюда он начинает читать. А главное, наконец-то я отдохну от великого и ужасного Мигеля. Мигеля. Он считает, что он прямо супергений. Мигель – это мужик, который сидит на работе рядом со мной, и он неплохой ученый, но пойми меня, неправильно. У него бывают хорошие идеи, но он неплохо замечает детали. Он стоит, но стоит ему открыть рот, он начинает гнать про то, какой он замечательный. Представь себе, выслушивать это целыми днями. Но почему мы не снотворное разрабатываем? Я бы ему посыпал. Клево. Так, в общем, такие вот дела. Сейчас я наушники всуну и буду уже в наушниках посидеть, чтобы не было сторонних звука. Но хватит об этом. Главное, что я через несколько дней буду дома. Когда приеду, позвоню. Пойдем и напремся вместе. Мне определенно не победили. До скорого. Послушай, Кирилл, а почему ты, как блогер, вот с этими вот наушниками, которыми сейчас сидишь, не записываешь видео по всему миру? Я в других сезонах это все использую. Так, мне эти спеточки уже очертели. Так же блогерские штучки, ты должен быть похоже на гуру. Так, в общем, мы идем по карте. Что у нас тут? Так. Ну, собственно говоря, интересны, собственно, все эти файлы, потому что они рассказывают о наушных сотрудниках, которые что-то приобрели, что-то потеряли, устали что-то новое. Да, Марья? Ну, в общем, прикольно. Так, я сейчас скажу, что у нас, короче, ситуация с патронами не очень. Короче, в начальном ролике, который, когда еще сидел Димыч, мы узнаем, что, в общем-то, Вескер замышляет что-то с вирусом, с этим самым вирусом, как под названием Пураворс. Так, мы поворачиваем грудь. И мы должны его остановить, потому что Крис считает, что он жил, его напарница жива, и он не должен ошибиться, но все равно должен ее найти, потому что он экстрасекс, но чувствует, что она жива. Да, Димыч? Это моя логика. Так, мы нажимаем на плечак, и открывается у нас ставка. Димыч у нас еще также будет следить за временем. Осторожно, там что-то есть. Димыч, Димыч, короче, у тебя работа, следи за временем. Что-то просмотрим. Там что-то есть. Сколько времени надо, чтобы ты? Тридцем. Тридцем минут. Так. Ну, ты меня поведешь. Отреждаем. Хорошо. Пошли. Ой. Составанные звуки. Это что? Это животные? На нем проводили эксперименты. Как они могли? Как вы могли и над животными, бедными животными проводить эксперименты? Ну, амбрелла, блин. Ну, сволочь. Я приеду вам, блин, рога всех поломаю. Ага, я уже не чувствую. Ну, Вадимыч, покажи в комментариях, как ты настроен против амбреллы. вон там! Выйди, покажи! В parody. Выйди, покажи! Ахахахаха! Бедные животные, блять! Так, куда идти? А, ну вот сюда. Вот сюда. Ну как-то тут. Что... Нет! Ай. А, ай! Это что такое?! Это ж лизун. У лизунов есть одна небольшая слабость. он не он он реагирует на звук блин представляю что было бы если выиграл дима сочувствую сочувствовал почувствовал короче что такое чума отсюда что начинает не знаю давай я очень на всех момент так нечестно я же отсюда начинаю так нечестно игра запрограммирована запрограммирована начинали нечестную игра запрограммирована на справедливость таким посмотри как по меня видно нет отмалки тебя конечно тебя видно 18 минут целых записаний видео ну около 17 так вот это мне нравится он сделан куча вот такой же торговик резидент уси если пошли не ты помнишь проходить заново этот тупой момент короче такие вот дела на 1 стаканализм и мы должны как-то и сопротивиться и пройти кочер предлагаю сделать один очень очень простой шаг это просто тупо от них убежать хотя бы до контрольной точки потому что реально с ними сажаться нет никого смысла тем более ветеранин и ветеранин бесполезно тупо бесполезно тихо 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 не видит так пока нас в общем не видит самолон успех из такой темноты тоже лучше эту татуру что если ты стреляешь а ты сомневался она всегда меня овощи не играть и отчет чтобы она понимала скрица брэдфидом который был в первой части который стал брэдфидом после первой части подкачивался стал шкафом да а потом стал дрищом везде пилосы здесь они не проходят сквозь дверь дел си прикинь пашенье выпущен еще ищущий так и таком цели снижения на всем не только так походу нам никак не так автомат блядь автомат автомат это же автомат димыча по радости то что автомат получил по работе ну по радости покажись по радость это же автомат ты че мы все зомби всех не нафиг раз мы разнесем блин пашенье пойми это же очень круто да есть не хочется ну нет они походу сквозь тени прошли хорошо сегодня которые сегодня пошли немного другой формат видео я заказываю о контура . отлично чтобы его время нашего главного героя да целая ордой мы бы не спрашивали ордой постели ночью ну ладно но это еще не все в общем от этих лизунов надо вообще лучше конечно убегать если есть конечно возможность будет конечно тот момент когда не будет возможности бежать от лизунов нужно будет по любому их убить это будет тяжелый момент надеюсь я исправлюсь так ну что сразу предупреждаю что тут в пашеньде финальная серия третьего сезона предупреждаю так мы получили автомат о вот мы должны по стелсу сейчас пройти вперед сейчас шива кажется будет себя хорошо вести потому что сейчас она сама говорит что нужно вести себя как можно тише да по шейне но не считая этого момента но не считая этого момента и тут они нас услышали потому что они с грохотом выбили дверь и 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 в общем в чем мы дадим шея в у нас все зато шаги чем веревшин истинги пинты просто меня все походы так ой 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 Димыч, не постави вперёд. О боже. Проблемка. Нарисовалась. Да. Фашенди, готовься. Нихуя я луч! Эй! Тво-тво-тво, напряжный момент Чё ты несёшь, сука Эй Эй, нет, да Да, ты чё перепрыгиваешь-то, алё Слышь Блин, из тебя Прыгала Я думал, выбрала Чё, блядь? В этой серии бутной воздучки. Нех, нихуя! На тебе, хедшотик, падла! Захони! Какой-то лифт. Таня, можно рисовать письки! О, блядь, нет, 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 нет! Блядь, щас сломает мне замок. Да хорош! Да ну нахуй! Сука! Начинается. Да иди нахуй, короче. Да, пошеленье, щас будет мясо. Будет махач. Басинский, блядь, что-то. Да, басинский, басинский, так басинский. Блин, я не ожидал вообще, что кут пройдет. Сейчас Паша-то-нибудь наверняка ржал как-нибудь. Блин, как так, а-а-а, обидно. Я просто реально не ожидал, что сейчас, короче, кут пройдет. Я думаю, что такая цена, я смотрел, просто смотрел, смотрел и вообще не ожидал. Пипец, вообще реально пипец. Такие кулаки, так не буду. Нужны потом, же кулаки, так не буду. Нужны потом, же кулаки, так не буду. А что мы тупим, или иначе любви? О чем тут, я не знаю, чем ты тут. Блин. Как мне не подходит? Они подходят, выстрелы. А, вот. Всё, так. Вот отлично. да попечку нас конечно вообще очень очень короче плохие новости но пашенди короче сделаем так если я не смогу пройти этот в этого босса то к сожалению пошли мне придется купить аптечку я знаю что ты будешь быть о дебил покупаешь аптечки ну блин если не получается против что я виноват все короче сейчас будет мы сейчас подготовимся к куту почему просто перематываем этот момент и готовим момент так готовимся я просто не ожидал что будет кут реально я знал что оп я уже вернулся все вот тут начинается у нас контрольная точка блин уже только только блин только начали битву с бассейским уже у нас начинается да босс реально вообще огромнейший я не знаю как вообще его проходить просто делаю переводится если это так да ну пипец короче одним словом и нельзя чтобы она схватила в том случае ты басинский блин фух но хоть чуть-чуть не подкрепились меня это вот он упал мы ему победили какой-то там блин одно молоко ну ладно можно было конечно франату закинуть но очень такая вот последовательность просто стрелять ему слабые места он потом сам наклоняется и его самого с напарником он будет завалить короче пошли не так тяжело но ты не ты не думаешь что вот кирилл босс такой огромный как что и победишь ведь и для босса крис и шева такие мизерные но главное просто не стоять на месте двигаться на стоят в принципе его реально завалить пошли и это еще не все еще будет тяжелый момент прохождите и мы с моим сообществе метров времени там уже 30 30 ночи сейчас если мы это не пройдем пошли где-то сейчас битву то мы уже в следующей серии начнем в общем проходить в следующей серии в следующей серии выполнение да и следующая серия пошли не уже будет следующий сезон как говорит публинов трэш 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 да но за его визит но если пройдем в этой серии то это хорошо в принципе по патронам по аптечке у нас будет так нормально блин надо не стоять на месте хорошо что у шева есть короче автомат о так он походу расслабился мы просто кидаем ему так опять поправился не знаю сколько раз так нужно ему повредить в общем органы чтобы он короче сдался но нельзя ни в коем случае пошли не стоять на месте нужно все время двигаться чтобы он не словно атаковать не такой сложный босс если знать как проходить да димыч прокомментирую этого босса он просто петух нет ты скажи сюда в камеру в обле линии шаги ты понимаешь что кирилл сейчас сражается с петухом а петухов надо гнуть и кстати под вороту то есть только петухи это касается тебя пошли не носи подбору но он не носит так подбород никому ты я видел сколько раз на подбородах может быть так берем короче автомат он уходит вот нас он боится он сыт вот он поправился блин он не он не подрезал видосов у т.п. пошаги в месяц от пары пипец ну дима говорит таким таки такой таки таким короче темпом пипец ну вот так так вот и у нас сейчас довольно таки много осталось патронов под в общем скорпиона нашего блин он не дает даже прицелиться блин прицелиться не дает слишком полон не стал ай бежи а 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 к а а а м а и а вот что которое я сделал и а да и вот сейчас как раз вот пытаюсь его пройти не могу прицелиться, него просто там кто-то уходит он очень такой большой босс такие боссы обычно в конце ставят блиин, вот это мне не нравится Шеву, помогай он, он, он комариков маленьких, короче, выпускает я совсем про это забыл хотя, кстати, у этих комариков есть один плюс они респаунят, в общем, боеприпас и очень, кстати говоря, неплохо респаунит вот ты, блин, тебя да, я с ним тревать ты здесь подыхай, ты уже падай блин, у кого-нибудь сдохнет и так, Пашенди, я сейчас извиняюсь, у меня, в общем, опять закончилась память на диске F и я сейчас настроил память на диск D так что, ну тут, собственно, недавно перерывалось я, слава богу, что я вообще заметил так что проходим дальше, собственно говоря, думаю мы успеем в общем, проходим дальше этого босса в общем, я его почти победил осталось о чем-чуть его добить так что все давай дальше проходим блин, у меня уже даже патроны не получается ай ай блин, не дают так, бери, Шелла, бери сейчас мы будем его ломать да, сейчас, короче, босс начинает полностью вот, в общем, он в полной, короче сейчас блин он просто сейчас выпускает своих комкомариков он не дает даже нам ничего не прицелится так кидает, что нам прицелится он как будто, не мы от него убегаем а он, а у нас как будто бы набегает меня это сейчас, конечно, пугает о, блин, он опять выпустил своих этих комаров как бы сказал Рафаэль, селепашек ниндзя ненавижу комаров блин Шелла, давай быстрее Димаш, комментируй как-нибудь ну, Шелла, молодец мы поправки не поправки не поправки не закончились патроны хелли хелли, хелли, хелли по шее не хелли я успел перезарядиться мне это радует я, кстати, так и не прокачивал дробовик по шее мне будет тяжело ну, блин, сколько можно я не могу бить так, аккуратно да, уйди черт, ты начинаешь действовать пост реально тяжелый но, конечно, если так, кто проходит то можно не париться так, давай, давай, давай слишком долго молодец подожжим дайте, погабло ну, падла я, по-моему, падла бантируй скрица да да ни хрена себе да он еще даже не умер я думал, он же умер а, тогда да не считается то, что я победил наверное, зря, да, Димаш? да, зря ты еще не победил не заслужил, так сказать мне просто мало мало хп короче у меня сейчас и комары его еще мешаются блин 2 дешево аптечку пускать их аптечку респаунит они патроны еще овощи о сейчас опять забросим короче на закуска из газа на закус вся победа надеюсь неужели как так так все понятно ура наконец-то я в отборочном туре победил да вот я о я отсюда начинаю все сохранение отлично теперь ее убили ладно я уж пошли не допройду допройду этого босса потому что вроде я недалеко начинаю рано что в памяти не закончится шел бери а блин я с самого начала начинаю что ну я с самого начала хочу убить почему ну что ж по шенди короче да закончилось короче это этот сезон закончился на боссе да на боссе закончился наш третий третий батюшка сезон да в следующем сезоне я уже замочу этого босса и замочу его уже поинтереснее нежели чем с комментариями ну ты увидишь увидишь короче как я его замочу но уже в следующем сезоне дан этот сезон был довольно напряженный довольно такие сложные я много умирали главное что в этом сезоне был димыч димыч ура пашенди пока надеюсь пашенди в общем дим димыч еще появится президенту 5 не факт что он появится в следующем сезоне но ура пау 5 он вообще в игре появится должен до 1 должен да я примерно могу предположительно предположить что я могу появиться в дополнение ну да может так сезон мы проходим довольно таки долго ну в принципе не очень долго но тем не менее мы пещеры прошли пещеры был третий сезон теперь у нас военная база военная база где крис и шева ищут джилл да босса мы сейчас не прошли но я его не собираюсь пока проходить за того что уже затягивается время уже довольно таки долго мы проходим минут 36 37 поэтому пройду я уже его в следующем сезоне в четвертом сезоне именно пройду или не пройду ты как раз в четвертом сезоне его знаешь пацанечка ну что же это был довольно таки напряженный момент да я просто не успевал на куты нажимать поэтому собственно он не схватил так я его почти победил но в принципе босс несложный главное просто постоянно двигаться не останавливаться и атаковать постоянно тем более пройти его не невозможно потому что на этой арене с этим басинским беспавница аптечки патроны так что все у нас как говорится будет ну что же пашень это была четвертая серия третьего сезона финальная четвертая серия третьего сезона комментирую этот сезон надеюсь он тебе понравился если понравился дима ждать дима чем-то смотри я уже смотрел да здесь не понравилось озвучка которая была в этой серии которая была предыдущей в общем стать лося комментируй и дима попрощайся напоследок последний раз дима чё там дима да и вот арестовал короче димыч с тобой был димыч андреевич и кирилл олегович прощай ну что ж пашень увидимся в следующем сезоне резиденту 5 который выйдет он должен быть ну что же все удачи тебе пацанючек и пока